Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Таня из Англии. Сегодня немножко тоже прогуливаюсь и хотела с вами обсудить такую тему. Правда ли, что в Англии круглый год идут одни только дожди? Ну, сразу отвечу на этот вопрос, что это неправда. Может быть, когда-то, очень давно так и было, что здесь одни сплошные дожди. Но сейчас, конечно, погода меняется, и погода, она меняется везде. Я уже живу в Англии в течение пяти лет. Хочу рассказать, какая Англия зимой, какая Англия весной, летом и осенью. Ну, давайте начнём с самого прекрасного, начнём с весны. В Англии весна очень хорошая, очень ранняя и очень затяжная. Уже тёплые денёчки иногда даже бывают в конце февраля. Как-то один год даже такое было, но это года три назад. В конце февраля пару дней было плюс двадцать, представляете? Ну, потом, конечно, похолодало и вновь пошли дожди, но было вот даже так. Но в основном уже в конце февраля начинается весна, и уже цветут первые цветы. Но это замечательно, это удивительно, потому что я сама с Урала. В конце февраля было очень холодно, очень было холодно. Вот, март такой уже, поменьше дождей. Апрель бывает в основном очень тёплый, очень солнечный. Но в этом году, не скажу, что прямо весна такая тёплая. И тем не менее, в конце марта у нас тоже было тепло. Мы уже в шортах одели. Три дня было тепло. Апрель, май, и всё цветёт, 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 бесконечно что-то цветёт. Одно цветёт, другое отсветает, следующее начинает цвести. Это вообще просто удивительно. Получается, конец февраля, март, апрель, май, июнь, это всё весна, весна, весна и весна. Очень красивая весна в Англии. Достаточно тёплая. Но, конечно, идут дожди. Ну, как и везде, а как без дождей. Вот я думаю от того, что здесь достаточно умеренный климат, поэтому Англия, она очень зелёная страна. И причём трава круглый год зелёная. Дальше. Лето. Бывает даже жаркое лето. Года четыре назад было очень жаркое лето в Англии. Но я даже спрашивала у некоторых англичан. Они говорили о том, что ни разу в жизни они не видели, чтобы было такое жаркое лето. Каждый день стояло за тридцать. Вся трава сгорела. Такого Англии никогда не было, чтобы трава сгорела. Вот было такое лето, но это было только один раз. Потом уже другие года, если сравнивать, было такое умеренное лето. Не скажу, что прямо было очень жарко, но несколько дней может быть. В целом около 20 градусов, плюс 20, плюс 21. Не жарко, не холодно. Очень такая комфортная, умеренная температура. Моему мужу в последнее время лето в Англии очень нравится. Он у меня с Молдавии. Но там так жарко в последнее время тоже. Там плюс 40 в тени, и он такой, там дышать нечем. А в Англии хорошо, комфортно, тепло. Но и бывает иногда плюс 30 несколько дней. Каждый год хотя бы несколько дней до 30 градусов. Здесь же тоже есть море. Вот мы и на море ездили в прошлом году на три дня. Ну, взяли гостиницу, и мы даже купались. Ну, конечно, вода такая прохладненькая. Было где-то плюс 20 температура воды, а на улице плюс 30 было. Ну, минут по 15-20 мы купались. Ну, все купались, потому что в прошлом году была пандемия, и все было перекрыто, и все ехали даже в холодную воду, хотя бы, чтобы хоть как-то немножечко отдохнуть. Но с таким удовольствием сейчас тоже это вспоминаем. В этом году, если вот будут такие жаркие дни, обязательно поедем здесь в Англии на море, гостиницу снимем. Вот. Вот такое летом. Дальше осень. Но в основном в сентябре бывает очень тепло. Осень начинается уже в конце августа. Вот лето здесь такое, оно достаточно короткое. И наступает уже осень. В конце августа, в середине, уже начинают листья желтеть. Осень тоже такая затяжная, длинная-длинная. Все осень, сентябрь, может быть, даже до середины октября очень тепло стоять. Но в конце октября, конечно, уже начинаются дожди. И вот этот период самый такой немножко неприятный в Англии. Когда начинается дождь. Потому что снега здесь не бывает. Ну, даже если этот снег бывает, он тут же тает. Моментально тает. Но один год, я помню, где-то три дня снег лежал. Но это чудо, конечно, для Англии. И вот наступает вот эта дождливая пора. Пора дождей. Где-то с конца октября, ну и можно сказать, наступает зима. Ноябрь, декабрь, январь и где-то до середины февраля. Но даже в январе уже немножко поменьше дождей. В основном вот середина октября, ноябрь, декабрь. Вот эти два с половиной месяца, ну пускай три месяца, очень достаточно дождливых, серых, таких неприятных. Но это не только в Англии. Я скажу, что это везде, по всему миру. Ну вот такой период. Можно даже сравнить, какая зима в Англии. Я вот даже иногда объясняю, какая зима для сравнения тех, кто живет в России. Бывает вот такой переход, переход из осени в зиму, и уже очень холодно. Вот так прямо, знаете, такое слово есть, мерзлопакостное, да? Не знаю, хорошее или плохое. Может, у меня YouTube сейчас кто-нибудь там какие-нибудь даст замечания. Но вот такая погода, да? Такая она ветреная и пронизывающая. И слякоть кругом, и сыра. И всегда так хочется быстрее, бы снег выпал. Я помню всегда, когда я жила в России, вот этот период, вот это где-то начало ноября, может быть, да? Ещё нет снега, но и же осень холодная. И всегда хотелось снега, чтобы выпал уже снег, и всё. И чтобы этой грязи не было, слякоти не было. Вот такая зима в Англии. Ну вот на протяжении трёх, ну пускай четырёх месяцев. Неприятный период, сразу скажу. У многих и депрессия наступает в этот период, ну потому что солнца нету. Вот может быть у многих ассоциация вот с этим периодом, что круглый год в Англии такая погода. Но это не так. Хотя, кто здесь живёт очень давно? Или, например, те, которые родились в Англии, англичане, они говорят, что раньше бывали такие годы, что круглый год шёл дождь. Может быть, я не буду спорить, потому что я всего пять лет, это очень небольшой период, небольшой промежуток в Англии. Конечно, может быть, да, вот в Англии и были раньше такие года. И, конечно, может быть, от этого и пошло такое, что это туманный альбинос, постоянно дожди в Англии. Но Англия же, она тоже большая страна. Если, например, смотреть на север Англии, то, конечно, там больше дожди. Мы-то живём ближе к югу Англии, поэтому у нас более хорошая температура. У нас и солнца много. Были такие моменты, когда с нашего города выезжали, и у нас было солнце, а ехали на север Англии только, и там были дожди, и там была температура намного ниже, чем в нашем городе. Поэтому всё зависит от того, в каком районе вы живёте Англии. Но то же самое, как и в любой стране, юг, север, это очень большая разница. Может быть, не такая большая, как вот именно разница, как в Англии, и тем не менее эта разница чувствуется. Вот, дорогие мои зрители. Но и в конце такой вопрос, нравится ли мне погода в Англии. Мне очень нравится весной, мне нравится летом, мне нравится золотая осень. Но зиму, конечно, я не люблю. Но это нормально, это естественно. Никто не любит, когда в Англии дождь или где-то в России дождь, и когда серо, когда очень пасмурно. Но этот период можно, в принципе, пережить. Очень многие англичане до пандемии прямо уезжали на 2-3 месяца куда-нибудь отдыхать, и там уже вот этот период переждать. Отдыхали где-то на море, может быть. Я когда была в Индии, я помню, тоже было очень много англичан, они прямо на 3 месяца приезжали. А потом они возвращались в Англию. Поэтому, конечно, вот этот период мне не совсем нравится. Но в целом, конечно, мне нравится. Здесь не жарко, здесь не холодно. Морозов в Англии нет. Но я думаю, что это тоже большой плюс. Например, в кроссовках я могу ходить круглый год. Вот я хожу на работу в одних кроссовках. Я летом в них хожу, одеваю тоненький носочек. Зимой в этих же кроссовках хожу, но одеваю уже более толстый носок. Вот только такая разница. Здесь, даже здесь, идёт экономия в вещах. Не надо так много в Англии вещей, потому что здесь нужна только летняя одежда, ну и такая демисезонная одежда. Вот такая тоненькая шапочка, которую я могу одевать и в мае месяце, и сейчас май, да, и я могу зимой её одевать, потому что зимой, ну, плюс 5, плюс 6, это такая стабильная температура, плюс 5, плюс 6. Но бывают заморозки, но говорят, самое минимальное минус 7 было. Но при мне, по-моему, минус 3, минус 4. Ну и то это в основном по утрам, даже днём, но минус 1, может быть, бывает иногда, ну и то, и то это в январе. А так, в основном, вот такая погода. Бывает и летом, плюс 7, плюс 8, и зимой плюс 5, плюс 6, приблизительно даже одинаково. Вот такая тоже бывает температура. Не, ну, конечно, летом потеплее, однозначно летом потеплее. Вот, поэтому вот такое моё наблюдение. В течение пяти лет, как я живу в Англии, рассказала, какая погода в Англии. Спасибо вам большое, что вы были на моём канале. Сегодня у меня как-то видео побольше получилось. Спасибо, что вы со мной, что вы ставите комментарии, что вы меня поддерживаете, дорогие мои зрители. До новых встреч, мои дорогие друзья!